всем привет дорогие друзья с вами канал жизнь на подоконнике сегодня смотрела свои видео от не снятые на канале увидела что видео которое было про гнилые корни орхидеи я вам его оставлю в подсказках в описании под этим видео оказывается это видео уже было два месяца назад я подумала что людям которые может повторяют за мной может быть хотят думают делать так или нет будет интересно посмотреть все-таки на результаты и так вот та самая орхидея участницы того видео единственное что я пересадила ее в другую баночку потому что так все-таки шаталась это мне показалось более подходящий и вот смотрите что произошло с этой орхидеи за два месяца во первых она сама по себе стала выглядеть гораздо лучше потому что на видео она такая подвядающая с морщинистыми листами здесь конечно вот остались следочки но тем не менее вот это абсолютно новый листик у нее растет красивый здоровый мы с вами видим корешочки если посмотреть там ниже есть еще вот это тоже совершенно новый корень о том как я сажаю поливаю все эти видео есть на канале сегодня просто рассказываю показываю результаты прихожу к выводу что это наверное вот это тоже новый там корешочек что это наверное один из лучших способов по крайней мере для меня в моих условиях спасения орхидеи именно с гнилыми корнями для тех у кого действительно проблемы и покажу вам еще несколько результатов таких же посадок вкратце расскажу что я сажаю в закрытую систему большое количество мха именно сфагнума который новозеландский он мне нравится больше всего даже больше чем живой мог живой сначала выглядит гораздо лучше но со временем он погибает становится мертвым и таких вот качеств как новозеландский он все-таки не имеет поэтому больше всего мне нравится именно этот мог и поливаю небольшим количеством воды вот примерно вот таким когда полностью просыхает посадка просыхает она довольно не то чтобы быстро но и достаточно для того чтобы растение получила влагу и недостаточно для того чтобы корни начали загнивать почему по мне это оптимальный идеальный способ спасения орхидеи вот две орхидеи которые мне отдала подруга их было три на одной был просто лист с двумя гнилыми корнями и он не выжил но это в общем то было предсказуемо там особо спасать то было и нечего вот эта малышка это мини орхидей к тоже я посадил в крошечный со стаканчик здесь по моему 40 60 миллилитров или стону очень маленький здесь вот видны какие-то корешочки но вот это вот вот этот это листик который у нее вырос уже после здесь не так много времени пришло может быть недельки 3 и друзья извиняюсь за посторонние звуки это крыски у нас рядом в клетке очень любопытные и практически сразу она выдала лист засушила цветонос это было понятно ну вот молодой листик появился смотреть как крошечная посадочка здесь вот на дне буквально там совсем чуть-чуть коры все остальное мог посадку очень рыхлая это дает возможность корнем дышать хорошо себя чувствовать вот тут новые корешочки не буду сильно дергать не могу сказать что-то видны какие-то супер изменения именно по корням пока что там их нет но самое главное это вот лист прекрасненький молодой листик так что все здесь хорошо и но мы видим что корешочки живы-здоровы зелененькие с ним все в порядке поливал я ее сегодня и 2 которая тоже была мне отдано так изменяюсь она чуть побольше у нее тоже были проблемы с корнями они загнивали я пересадила ее вот в такую вот тару потому что корни оказалось довольно много тоже сегодня поливал ведь еще водичка не впиталась до конца буквально там час назад я поливала здесь особо изменения не были видны здесь корней не сильно видно ну вот сегодня я увидела что там внутри пробивается у нее новый лист я кстати у вас спрашивал вот у нее здесь длинная такой вот как сказать то устье листа я спрашивал что вы думаете не разрезать ли мне его вот так но в комментариях на дзене написали что не надо трогать лучше ставить в покое и вот сегодня я не знаю насколько это сейчас видно в общем там пробивается новый листик и это говорит о том что с орхидеи тоже все хорошо хотя она погибала листья у нее ой корни у нее загнивали еще покажу вам случае так сказать вот эта каменная роза на кстати опять цветет несмотря на то что у нее не оставалось практически листьев корней вот эти вот листья у нее были завязчивы без тонуса вот она после пересадки я посадила это же в крошечную тару потому что не оставалось мало совсем корней так потише друзья и смотрите такая коробочка тут там от вкус вилла так я кое-как отодрала этикеточку вот у нее везде везде корешочки вот она прям выдает эти корни радостно и выдала уже новый лист и уже цветет сначала у нее был один цветочек на цветоносе но это не то что на цветоносе а на боковом цветоносе еще магазинный и вот она его опять доращивает и там еще три бутона в общем бесконечная цветунья посмотрите как хорошо она выдала корни до этого она у меня была большом горшке и нижние корни у нее перегнивали от большого количества влаги а к верхнем вода не поступала потому что верху ее не было как только я пересадил ее в такую посадку начались вот такие вот изменения так что друзья рекомендую и советую у кого есть проблема попробуйте пишите потом в комментариях как вам такой способ и у меня таких орхидей довольно много я не стал их все доставать сейчас показывать принцип примерно везде одинаковые и результаты практически везде одинаковые есть у меня вот моя боль так скажем кстати каменная роза очень большая она перевешивать сама себя но я все равно не буду ее пока что пересаживать другой горшок потому что мало корней не надо большой емкость они будут там загнивать моя несчастная вот это вот орхидея то ли я то ли мы с мучнистым червецом на пару ее убивали к сожалению вот так она сейчас выглядит у нее нет корней вообще они все сгнили вот два обрезанных цветоноса у нее только есть есть у нее вот этот вот листик который засыхает которым она питается и есть вот этот молодой листик который вроде как стал побольше на пятнистая кстати она очень классная хочу ее спасти я не знаю вот насчет нее я очень питаю надежды на эту посадку здесь вот ярко-зеленый цвет это я сняла второй вот засохший лист у нее было два листа вот этот маленький пробивался но сейчас по моему он стал все-таки больше и я его сняла буквально вчера или позавчера и вот пока что здесь ярко-зеленое место я очень очень надеюсь ведь я сильно не заглубляю чтобы здесь вот шея не загнила мог прям слегка слегка влажный вот так все это выглядит я очень очень надеюсь что она как бы очнется спасется так сказать корни у нее нет вообще сейчас хороших то есть там есть может 12 гнилых корешка и на этом все будем ждать друзья если вам интересно подпишитесь чтобы не пропустить я сама очень жду и прям очень большие надежды питаю на эту орхидею посмотрим как вы выживет она или нет очень она классно красиво цветет ароматная с очень красивыми было пурпурными такими пятнистыми не пропорными а пятнистыми листиками честно видно вот honey dark pink она называется мне больше хотелось чтобы она выжила будем вместе с вами наблюдать если интересно подпишитесь чтобы не пропустить обязательно сниму продолжение расскажу вам даже если она будет печальным для этой орхидеи вот друзья такое вот видео небольшое на сегодня у меня все если есть какие то вопросы пишите пожалуйста в комментариях не забывайте поставить лайк этого видео если она вам понравилось всем пока до новых встреч